Девушки отдыхают 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 Откуда возникают заблуждения Кто-то что-то сказал Кто-то что-то написал А вы повеяли Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не знаю как вы строите свое мышление Но иногда мне кажется что нет ничего чего нельзя было бы довести до полного абсурда Девушки отдыхают И вот я тут читаю в интернете определенные вещи и честно говоря не понимаю кому в голову это могло прийти Девушки отдыхают И вот на что ссылаться на лень человеческую на абсолютную необразованность на невежество на глупость я вот даже затрудняю сказать на что нужно сослаться чтобы написать такое Девушки отдыхают И особенно меня всегда удивляет та мистика которая царит вокруг тебя Стоит моей персоной Понимаете И также Доктор Майнцев Исуфт 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 Какая замечательная В Oh Исуфт Исуфт которые написаны в интернете, потому что иначе я их просто назвать не могу, это написал какой-то человек очень ленивый и очень глупый. И, наверное, после моего вот этого обращения оно станет смешным. Ну, давайте начнем по порядку. Итак, глупость номер один. В стольном государстве Украина кто-то когда-то придумал глупость. Есть такая организация как Союз журналистов, это общественная организация. Так вот этот глупый человек, который это придумал, он сделал заявление о том, что эта организация руководит всеми средствами массовой информации на территории Украины. И этот глупый человек, я имею в виду глупого идеи, он создал такой заявление, что вообще журналистская уния это такая организация, которая руководит и руководит все медиа вокруг Украины. При этом само оно средством массовой информации не является. Ну, чтобы с ним ничего не случилось. По-моему, давайте начнем по-моему, что журналистская уния не является журналистской медиа. Люди просто хотят быть в безопасности. Поэтому они не хотят класть себя себя в каком-то официальном организации. Господа, время – бесплатная консультация. Союз журналистов Украины – это общественная организация и к руководству СМИ не имеющая никакого отношения. Согласно законам Украины, СМИ независимы. И вот эти вот СМИ, они сами по себе, понимаете, то есть я не знаю, как вам это объяснить простым языком, они никому не подчиняются, понимаете. И когда вам платят кто-то деньги, то вы должны работу свою делать хорошо, понимаете? И поэтому бесплатная консультация номер два. Если вдруг у вас возникают вопросы, является ли кто-то средством массовой информации или не является что-то средством массовой информации, то вам достаточно открыть государственный реестр средств массовой информации и посмотреть туда. Не надо ничего выдумывать, пожалуйста. Так что, в принципе, каждый из вас испытывает проблема, как понять, что определенная организация – это массовая организация или нет. Вы не должны принимать какие-то сложные действия, вы должны просто посмотреть на массовая информация, потому что все массовые информации есть там, на массовая информация. Да, вам достаточно посмотреть реестр, там все написано. Это лучшая идея – просто открыть регистритор, и вы найдете все типы информации. Окей. Это все. Это все, что нужно сделать. Это все. Simple action. Nothing else. Теперь бесплатная консультация номер три. В рамках первой глупости. Союз журналистов не имеет никакой власти в Украине. То есть, это обыкновенная общественная организация. Это просто обычная общественная организация. То есть, завтра каждый из вас может пойти и зарегистрировать такую же точно общественную организацию. Хотите 200 таких организаций, хотите 300, 400. 100 – это сколько вам заблагорассудится. Понимаете? Столько, сколько нужно. Понимаете? Поэтому это, ну, совсем не сложно. Поэтому это просто структура, не имеющая никакого права что-либо регулировать и уж тем более определять, кто журналист, кто не журналист. Таким образом, это просто структура, общественная организация, которая не имеет никакого права. Посмотрите, деятельность СМИ регулируется законом на СМИ, а деятельность общественных организаций другим законом. Это два разных совершенно закона. Понимаете? И вы спросите, а кто что-то определяет, кто журналист, кто не журналист? Кто в СМИ, где он работает? То есть только СМИ определяет, человек работает у него или не работает, является он журналистом или не является. То есть, опять же, массовая медиа только имеет право, чтобы определить, если его или его работа является журналистом или нет. У журналиста, у которого есть просто журналистское удостоверение, это нонсенс. Потому что обычно, если человек журналистом является, у него есть и документы, и работа его. И эту работу можно посмотреть в интернете, это же не сложно. Есть ли репортажи у этого человека? Есть ли передачи у этого человека? Пишет ли он что-то этот человек? Занимается ли он журналистской деятельностью? Есть ли у него журналистская деятельность? Это же очень несложно выяснить. Понимаете? Вы понимаете, что журналист, это не человек, который не зависит от себя, у него есть с журналистской деятельности. Журналистская игру или любой такой документ, это не достаточно. Потому что не только игру должен быть нуждаться, но и работа. Журналистская игру может быть заниматься с журналистской деятельностью. Да. Следующая бесплатная консультация в рамках первой глупости. Дело в том, что удостоверение союза журналистов не делает вас журналистом. Вот в чем беда, понимаете? Т.е. когда вы показывали удостоверение союза журналистов, вы от этого не становитесь журналистом. Т.е. это удостоверение говорит о том, что вы член этой общественной организации, а не журналист. Понимаете? И кто-то считает, что президент союза журналистов города обладает какой-то неимоверной божественной властью над СМИ этого города. Понимаете? Немного даже чувствуют, что президент общественной организации журналистовsk unionin has some sort of power, is empowered, like a divine creature to rule and to bow on all journalists living in his city. согласно закону это не так. Он может быть авторитетным человеком для журналистов, в силу своих регалий, могут прислушиваться, что-то еще, но согласно закону он никто и зовут его никак, понимаете? То есть журналист подчиняется одному человеку, главному редактору того средства массовой информации, где он работает. Я имею в виду, что журналист обеет только одного человека, он использован в определенные массовые медиа, поэтому он обеет только к editor-in-chief массовой медиа. Когда вы делаете заявление подобного характера, я не знаю, что это, лень или глупость, или лень и глупость вместе взятая, то есть все же в открытых источниках есть, закон и тот и тот. Уставы этих организаций существуют. Ну неужели вам сложно сесть как журналистам и разобраться, или как, я не знаю, обывателям сесть и разобраться, что, кто, за что отвечает? Но это глупость полная. So, again, Everest is pretty simple, and I don't know the reason someone's not just interested in figuring out what's going on, because it's pretty simple, too simple. Maybe some people are lazy, or I don't know, because the only thing you have to do is just to read the law, in case you don't want to do this, you can read the registry, in case you don't want to do this, you can read the charter, the charter of journalists, mass media organization, or something like this. So, it's pretty simple. То есть, обратите внимание на очень важный момент. Вам зададут вопрос, вы являетесь членом союза журналистов в Украине? Вы отвечаете, нет, не являюсь, а зачем? And please point your specific attention. If someone asks you, whether you are the representative of a member of the Journalistic Union or not, and in case you say, no, I'm not the member of that Journalistic Union, it's okay, because actually, what for? What for should I become the member of that society? Why? I work in the S.M.I. and I'm a correspondent, journalist, a director of the Journalistic Union, and so on. Why would I become a member of the Journalistic Union of the Union of the Journalists? So, Dr. Meinzik right now is asking you a question. He says, what for? What for should I become the member of some sort of Journalistic Union if I have a job, I'm just correspondent, I'm a journalist, I have some programs, I have reports, I have lots of jobs to do? I". То есть, кому это непонятно, откройте законы, посмотрите, там очень подробно это все написано. Никто не должен быть членом Союза журналистов.それ — его личное желание — входить в эту общественно-структуру или не входить. Это не обязательно, Вас никто не может принудить стать членом Союза журналистов, любого, хоть американского. И, опять же, если кто-то еще не знает, что происходит, то для вас, лучший выбор будет открыть украинскую книгу «Ла на Украине» и читать книги «Ла на Украине». Никто не может сказать, что вы должны быть членом украинской книги. Это только ваш личный желание, если вы хотите стать или нет. Ну и переходим к глупости номер два. Тут в интернете решили компетентные журналисты описывать мою личность. Что они сделали? Они пособирали с интернета нравящуюся им информацию. И вот какая глупость получилась. Итак, я занимался мастером восточных единоборств. Итак, в первую очередь, доктор Майнцев называет «машилат мастер», «вестерн машилат мастер». Я никогда не занимался восточными единоборствами, господа. Если вы знаете, я исследую криминальные традиции. Я написал не одну книгу научную по этому поводу. Но я никогда не занимался восточным единоборством. Глупость, которую вы написали номер один, привязали меня к восточным единоборствам, к которым я не имею никакого отношения. Вы забыли написать, что я ученый. Это же так просто набрать Олег Мальцев в командной строке, попасть в Википедию и там все подробно написано в Википедии. Вы даже этого не сделали почему-то. Вы понимаете, Эрис очень просто. Вы просто идите на интернет, на google.com, и вы найдете в комментариях, и вы написали в комментариях Олег Мальцев. Потом вы идите на Википедию, на Википедию, и здесь, на Википедии, вы можете найти все официальные информации. Это так просто. Почему вы не делаете это? Это же просто очень, господа. Это нужно быть не 7, не 8, не 9, не 5. Не нужно быть особо умным для того, чтобы набрать два слова в командной строке интернета, попасть в Википедию и точно получить информацию проверенную со ссылками на компетентные источники. Это очень просто. Это очень простая акция у вас. Вы можете просто идти в Википедию, вы можете найти всю информацию, вы можете понять, что происходит, вы можете найти ссылки на ссылки и ссылки на официальные вебсайт и официальные сети, и вы можете видеть все правильно. Обратите внимание. Какой-то странный журналистский подход у наших с вами, ну, я не знаю, новоявленных украинских журналистов. Я не знаю, что это за журналистика, что это за школа новая журналистики, но вот они как-то вот очень доверяют сайтам или каким-нибудь блогам и совсем не доверяют грандовым изданиям, ну, то есть, high level, номер один, понимаете? Таким изданиям они не доверяют. А вот частным блогам, где даже фамилии человека не написано, кто это, это они верят беспрекословно. Откуда такое вера неземная? Я вот не могу понять. Да, я буду говорить. Таким образом, эти новоявления, или украинские журналисты, вы знаете, они показывают очень интересные, очень интересные подходы, очень интересные подходы. Я не знаю. Somehow, эти люди показывают total disrespect к грандовым изданиям. И они не доверяют официальные издания, официальные масс-медиа, официальные информационные ресурсы. Потому что, по-прежнему, они чувствуют, как блоги, форексы, привычные обстоятельства. И что-то такое может быть характеризовано, как что-то, что-то, что-то использовано от журналистов. Вы сказали, что я имею отношение к Академии прикладных наук, которая крайне сомнительна. Если бы вы открыли реестр, вы бы узнали, что Академия прикладных наук – это структурное подразделение финской компании. Которая известна на всю Европу, а это не украинская компания, это структурное подразделение финской компании. Это структурное подразделение финской компании. И европейский группой, европейский группой, ой, является очень хорошо знаменитым в Европе, в европейских странах. Это структурное подразделение финской компании, но не в Украине. То есть, если вы не знаете иностранного языка, надо за деньги нанимать переводчика. Понимаете? И в случае, если кто-то из вас не может говорить в стране, пейте немного денег. Третьте несколько переводчиков, они могут помогать вам. Какие источники информации вам нужно понять, а достоверный ли это источник информации, понимаете? Ссылка на сайт Думской, она глупая по причине того, что это сайт, это не средство массовой информации. Если вы, так сказать, зайдете в реестр, опять же, найдете Думскую, то вы увидите, что такой газеты, как Думская, принадлежащая этим владельцам, не существует. Думская. So, again, trying to refer to the link of Думская website is pretty bad idea. Actually, this is foolish idea, because this is just a website, this is not the official mass media. And it's so easy to verify this information. Again, you require the registry. You go to the registry and you'll see that such mass media as Думская has nothing to do with that website Думская and owners of that website Думская. This is not their personal mass media. И там написано сайт Думская, и там не написано газета Думская, потому что у них нет никакой газеты Думской, у них есть сайт Думская. И это не средство массовой информации, то есть ответственности за информацию эта организация или это сообщество неких людей не несет. So, again, if you just follow the website Думская, you'll see that they state their website Думская, they do not state their mass media Думская. Because, actually, again, this website has nothing to do with Думская масс-media, because these are two different organizations and two different people, actually, two different owners. And, again, this is just the website Думская is just the website, but not the mass media. And that means that everything that's posted on Думская website has nothing to do with reliability. And the owners of this website feel no responsibility for the accuracy and correctness of this information. And if you, again, go to that same register and try to find out among the средств массовой информации 7-й канал города Одессы, you also do not find such a mass-media So, again, Odessa 7-й канал Odessa 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 Odessa, you'll find no mass media of such an official registry. that means it's not a mass media copy. Вот смотрите, вы открываете реестр, пишете «Газета. Нераскрытые преступления». Сразу ее что? Находите. Далее. Вы открываете реестр, пишете «Газета. Нераскрытые преступления». Находите «Газету Думская», но к сайту «Думская» эта «Газета Думская» не имеет никакого отношения. Экспермент номер два, опять же, на самом регистре, вы можете написать «Думская» на масс-медиа, и вы найдете «Думская эдишн», «Думская Ньюспейпер». Но основная идея, что «Думская Ньюспейпер» не имеет никакого отношения с «Думская» веб-сайт. Это два разных группы, два разных организаций. Кому принадлежит сайт Думская, всем известно. И это не газета, не средства массовой информации, и там работать нельзя. То есть там на работу никого не берут, понимаете? И эта штука создана для того, чтобы размещать информацию, за которую не несет никто ответственности. Просто разместили, и все, понимаете? И Думская веб-сайт, в самом деле, специально построена и создана для того, чтобы позволить определенным людям, как все знают эти люди, чтобы сообщить информацию, на которую никто не имеет ответственности. То есть, если вы захотите завтра определить иск о защите чести и достоинства сайту Думская, то у вас ничего что-то не получится, потому что нет никакого предприятия, которое называется сайт Думская, понимаете? И, если area anyone is to file a claim for protection of his order indignity against Думская масс-медиа или Думская веб-сайт, то, вообще, вы будете обсудить как-то ступор, потому что нет, 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 нет... Это как zero. Зачем вы использовали декана факультета журналистики юридической академии Одессы, который ничего подобного не говорил, вы подставили человека просто, ну, то есть это же некрасиво. Я понимаю, что для вас понятие этики – это очень расплывчатое понятие, но Слободрюк только закончил интервью с деканом факультета журналистики Одесской национальной юридической академии, который в шоке от того, что вы на нее сослались. Таким образом, сейчас в следующем вопросе о том, что почему вы вы cieloасшедмина с деном Национального академии на Украину, что с оформленной темы она не говорила? Для чего вы, так сказать, обманываете людей? Объясните мне, пожалуйста, какие цели вы преследуете, когда вы обманываете людей? Понимаете, когда я смотрю на ваш обман, на ваши глупости, которые вы пишете, у меня возникает вопрос, за сколько надо денег заплатить человеку, чтобы он выглядел так смешно? За сколько он согласится выглядеть таким смешным? Так что, обсерващая вся ступидность и плохие действия, мы просто задаем вопрос, как много должен быть платить, чтобы вы играть эту шуку и играть эту роль? Теперь об очередной глупости, которую вы написали. Тут написано, что вы считаете, что газета «Нераскрытые преступления» и газета «Общественный прибой» — это одно и то же, это разные газеты, и что они имеют мальцевую непосредственное отношение. Some of you have posted, actually, a very foolish thing, claiming that the unsolved crime mass media is the same as public-served mass media. However, these two mass media are kind of two different mass media, two different organizations, that are actually not related anyway. Moreover, you claim that Dr. Laitsev has to do something with public service who are so surprised that he is related somehow, but that's not true. Смотрите, в газете «Нераскрытые преступления» я имею непосредственное отношение, но я никакого отношения не имею в газете «Общественный прибой». That's not true, because specifically Dr. Laitsev has shared some sort of professional relation to unsolved crime mass media, but he has nothing to do with public service. They are not connected in any single way. Смотрите, в газете «Общественный прибой» открываем реестр и смотрим. В реестре все, там все написано. В газете «Нераскрытые преступления» открываем, там тоже в реестре все написано. Сопоставляем эти две информации и понимаем, что Майцев Олег Викторович к газете «Общественный прибой» не имеет никакого отношения. Again, the way one can verify the words of Dr. Майцев are true and correct. Again, you have to search for certain information in the official Ukrainian registry. You'll have to find out, first, outsold crime. Secondly, public service mass media. And then, you should compare the official information. And on the basis of this comparative analysis, you'll realize that these are two different organizations. And Майцев, Dr. Майцев, has nothing to do with public service. Вы скажете, у вас хорошее отношение с главным редактором газеты «Общественный прибой». Это правда. У меня действительно хорошее с ней отношение. С Дариной Сергеевной Короной у меня действительно хорошее отношение. А какое это отношение имеет у журналистской деятельности? Я правильно понимаю, согласно вашей логике, если я жена на дочери генерального директора General Motors, то я хозяин General Motors. Я правильно понимаю? Смотрите, я муж дочери генерального директора General Motors, а владельцы General Motors, а владельцы General Motors, описаны в реакционерах. Понимаете, это разные вещи. And again, these are two different fields. Again, if the person is married, is married to the daughter of General Motors, he is just the husband of the daughter. Very yes, the official owners of General Motors, their names one can find an official registry form. Так вот, весь смех заключается в том, что вы этих вещей не отличаете между собой. То есть, если адвокат знает всех прокуроров, потому что он с ними ходит в суд вместе в процессах, он является прокурором области или нет? So, just in case, some sort of advocate or solicitor knows all prosecutors, because actually he is having lots of court trials and he is interacting with prosecutors. Does this interaction make the advocate the regional prosecutor? Of course it does not. Okay. Теперь еще одна глупость, которую вы написали. And the next piece of stupidity you have posted. Let's be glad. События 12-13 июля я не буду комментировать на парковке, потому что меня там не было, я не знаю. Там на видео все очень хорошо видно. Я думаю, что вам нужно просто видео посмотреть для того, чтобы все понять. Зачем я буду комментировать очевидные вещи. Знаете, есть такой репортаж без слов, да? Я думаю, что он не будет комментировать на события, которые в Адвокатах на ДСА, на 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20, потому что эти события не требует комментировать. Все это очевидно. Если кто-то не знает о этих событиях, то лучше всего будет смотреть видео. То, что я тамплиер и глава деструктивного культа, это я безусловно прокомментирую. Однако, ваша заявка, что доктор Майксов, что доктор Майксов, как и глава деструктивного культа. Конечно, этот заявка будет комментирован. Открываем законодательство Украины. Листаем. Ищем понятие деструктивного культа. Выясняем, что такого понятия в юриспруденции не существует. Закрываем. И больше к этому вопросу не возвращаемся. То есть, вы говорите о мистификации собственной, а не о существовании чего-то. Такого явления не существует. Таким образом, ваша идея будет начать следующее. Вы должны быть акцентом с Украинской legislation. Вы должны просто взять книгу «Папула» и начать книгу. В этом книге. Вы должны узнать, что действительно нет феномена для деструктивного культа как в Украинской legislation. Таким образом, если вы не знаете ничего о деструктивном культе, А вот когда журналист в Тумской ТВ, начальник ГУМП города, в прямом эфире, и Думской ТВ говорит, что они тамплиеры, я считаю, что этот человек требует мета-свидетельства. Медико-свидетельства, на основе этих слов, «теки». Разве вам не известно, что тамплиеров сожгли во Франции много-много лет назад? То есть вы не знаете истории, или вы находитесь настолько глубоко в прошлом, и не желаете находиться в настоящем, что вас действительно нужно освидетельствовать врачами? И, опять же, это не шутка о медицинской обслуживании. И не знаете, что тамплиеры были врачи? Они все были врачи, и они умерли, и есть нормальные тамплиеры в ГУМП. И все случилось только в средних веках, но не сегодня. Так что это хорошая идея для вас, чтобы начать участие в истории. И, если вы не знаете, это хорошая идея, чтобы знать. А то, что вы действительно требуете медицинской обслуживании. Открыть книжку, что ли, какую-нибудь по истории, я не знаю. Поэтому, когда вы берете человека на работу в дунскую ТВ, вам сначала, вероятно, нужно попросить от него справку, что он не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ну, в специальном учреждении для таких товарищей, понимаете? Да, поэтому, когда вы соглашаетесь за деньги играть сумасшедшего, вы должны понимать, что это не театр, а телевидение. Понимаете? Ну и, напоследок, самые простые вещи, которые вам нужно как бы об этом знать. Что лень и человеческая глупость, она погубила, ну, ни одного человека в жизни, да. И, вероятнее всего, если вы и дальше будете продолжать в том же духе, то будете смешнее, смешнее и смешнее. И когда вам платят деньги за то, чтобы вы были очень смешными на информационном пространстве, то вы же как бы подумаете, что люди же могут привыкнуть к тому, что вы сумасшедшие, да, и начать относиться к вам соответствующим образом. И, наконец, на финансирование. Настоящие связаны. В результате есть две такие вещи. The personal, the human laziness и the stupidity of foolishness. Лазiness и foolishness, кстати, вчераши имели очень многое наследие. А в случае, если ты действительно любил, что вы любите к себе или вы 시� custите, а выигрываете первое Robи, вы должны знать, чтобы это, первое, есть происходящее. Все, что вам нужно научиться делать, это отличать театр и журналистику, это две разные плоскости, два разных термина, понимаете? Две разных профессии, театрал и журналистик, понимаете? Единственное, что вы нужны, что нужно делать, это научиться, как разобрать театр и журналистику. Дальше, кто занимает театр, он актер, а кто занимается в журналистике, он журналист. Вы обязательно должны разобрать эти два разных профессиональных поля. Тезисы Думской даже не хочу комментировать, она же не СМИ, что я буду комментировать, потому что это не средство массовой информации. Доктор Манси сказал, что сейчас он читает тезисы, которые выяснили, что Думская веб-сайт, но он не будет комментировать ничего о ней, потому что Думская веб-сайт, это не Наса Индия. Вот тут есть еще тезисы господина Кузнецова, я их тоже комментировать не буду, я думаю, комментировать будет досудебное следствие, так намного эффективнее. То есть, что я буду вам комментировать, читайте сайт прокуратуры области и прочих официальных учреждений, думаю, что вам читать придется долго. Ни один, ни два дня, ни неделю, потому что количество людей, которые совершили преступление, их не два, не три и не пять. Поэтому, наверное, вы узнаете о правдивости комментариев господина Кузнецова из официальных источников прокуратуры и БМП. So, again, speaking about sort of comments or statements provided by Кузнецов, we should say that actually Dr. Marksik is not willing to provide any commentary, simply because the best idea for you would be to read pre-trial investigation official sources. The pre-trial investigation official sources shares the whole information about Mr. Кузнецов and his activity. Well, the second official source would be the prosecutor department of Odessa region because over there you will find the whole information and it's a good idea for you to get prepared to read this information because it may take lots of time. Because many people committed offenses and committed crimes on the basis of events taken on July 13th, 14th. Вот я не знаю, когда господин Кузнецов смотрел те видео, которые есть в интернете, почему он не комментирует эти видео, почему он комментирует собственные убеждения? Вот этот вопрос меня, как человека ученого, как журналиста, очень интересует. То есть, вот есть факт, вот есть видео, почему не комментируем эти видео, почему комментируем собственные убеждения? Ведь людей не интересуют комментарии ваших собственных убеждений, господин Кузнецов, людей интересуют комментарии тех видео и то, что натворили ваши сотрудники, которые находятся в вашем прямом подчинении, из-за действия которых вы несете полную ответственность. Наконимать ваши действия, а не на них так. Так, да, никто не интересен в ваших собственных чувствах, но не интересен в факт. Почему не берут некоторые видео на интернет, а не не кончат ваши действия, которые показывают видео, кто-то не может. Why commentando о каких-то делугодных чувствах, которые не требуют вас. Мы интересны, потому что вы психологи, вы scientists, вы журналисты. That's why we ask this question. And moreover, why don't you comment the criminal actions of yours and of your people you have employed and you share the total responsibility for their actions? Why not comment on that? So, think about what I've said and I think that any person, going through this interview, which I made, very quickly will understand what is what. And the final statement would be as follows. So, just in case, it's a good idea you don't have to figure everything out, just to focus on what you're doing. To follow several links, to read registry, to find official information, to watch different pieces of data, to make the compilation and provide the correct conclusion. Just in case, you don't want to find any true information or accurate information, you don't require it, you like a personal opinion. It's okay, in our country everyone has the right to have his personal opinion. And Dr. Masa said that, you know, it's not prohibited in our country, just as Mr. Iherini says, to be ridiculous, not prohibited. Thank you so much for your kind of attention and goodbye. You always see only the last shot, playing roles in a foreign movie. Everything's the secret becomes obvious. That's exactly why I think that you're indeed All-だ for you in A Ma There's no way through it. There's no one in there. There's no way through the hard work of doing it.